Анна менеджер агентства горячих путевок Мегатрейд и она жила в Аргентине. Здравствуйте! Добрый день! Ну, рассказывайте, как вам жилось в Аргентине, как вы выучили испанский язык? В Аргентину я попала три с половиной года назад. Самой большой проблемой, попав туда, это был, конечно же, язык. Без языка там невозможно находиться, потому что английский язык аргентинцы не сильно знают разве что в каких-то там туристических местах. Надо учить. Учить язык надо, надо ходить на курсы. Конечно же, в стране, в которой проживаешь, где говорят на испанском языке, конечно же, проще его выучить. Как вы жили в Аргентине? Как долго? Понравилось ли вам? Да, мне понравилось. Конечно же, мне нравится, что там люди очень добрые, хорошие, где тебе помогут. Три с половиной года — это, конечно же, большой срок для того, чтобы выучить язык и найти хорошую работу. Поначалу сложно, стойно, ещё раз скажу, из-за языкового барьера, но если учить, так выучить язык. На самом деле, это не очень просто. Не всем удаётся выучить язык сразу. Надо учить ходить на курсы. Что меня удивило, что изучение испанского языка в Аргентине проходит без каких-то либо объяснений. Сразу идём на курсы, и тебе объясняют всё только на испанском языке. Есть очень много разных кружков, где они проводятся бесплатно для туристов, которые приезжают. Очень многие с Европы, там, с Франции у меня были одногруппницы, с Германии приезжали просто для того, чтобы выучить язык бесплатно. Много друзей у вас появилось, подружилась с кем-то либо из украинцев. И много вообще украинцев в Аргентине. Да, очень много. Там очень большая волна была 20 лет назад, 16-20 лет назад приблизительно. К тому же моя тётя, моя бабушка там проживает, поэтому я туда попала впервые, мне понравилось, и вот я переселилась. У моей тёти, у моих друзей очень много друзей с России, с Украины. И им, конечно же, проще. Которые выехали 20-15 лет назад, они учились в университетах, в школах, и для них страна это уже родная. Они уже работают, хорошие работы у них, кто бухгалтер, кто менеджер по туризму также. Они нашли себя в Аргентине. Те, кто приезжает сейчас очень много, ну как бы да, сейчас без языка девочки очень много приезжают. Там маникюром занимаются, парикмахерские открывают. Ну, то есть, или на уборках очень много работает. Ну, те, которые сейчас приезжают, намного сложнее им. Вот. Из-за языка, ещё раз повторюсь. Вот. Это достаточно такой большой срок. Расскажите, выезжали бы куда-то за границей Аргентины вообще три года. Как это вы там настолько долго открыли визу? Смотрите, для того, чтобы жить легально в Аргентине, надо, есть четыре варианта, чтобы получить временный документ, ну то есть документ на временное место жительства. А потом уже и постоянное. Первое, это работа по белому, что я сделала и получила документы, имела возможность проживать там долгое время, потому что без визовый режим в Аргентину только можно приехать на 90 дней. Потом уже надо как бы думать о документах. Первое, это работа по белому. Второе, это обучение в Аргентине. Второе, это выйти замуж за аргентинца. И это третье, и четвертое, родить ребенка, конечно же. Очень многие, многие девушки приезжают, или семьи, да, с Украины, с России, с Европы, чтобы с Европы нет, больше наши, приезжают, чтобы родить ребенка там и получить документ. Так как паспорт, аргентинский загранпаспорт позволяет безвизовый режим во многие страны мира. Ну то есть это вся Латинская Америка, это страны Шенгенского соглашения, то есть как бы безвизовый режим везде. Они приезжают, рожают ребенка, получают документы, год живут там, получают документ. И как бы открытые двери во все страны, во многие страны мира. Вы путешествовали из Аргентины, где отдыхали все это время? Я путешествовала, я ездила, очень мне понравилось, так как я полюбила очень сильно вино. Вот в Аргентине, Аргентина это один из самых огромных производителей вина. И мы ездили в Мендосу, это провинция, где 70-80% вина изготовляется именно в этой провинции. Мы ездили на винные заводы, смотрели экскурсии, дегустировали вино. Это винный край Аргентины, я бы так сказала. Также насчет пляжей в Аргентине, тоже ездили ближайшие пляжи. Очень многие думают, что в Буэнос-Айресе можно покупаться, но это не так. Это получается, Буэнос-Айрес стоит не возле океана, а в речке, Рио-де-Ля-Плята называется. Поэтому для того, чтобы найти хорошие пляжи возле океана, это надо 300-350 километров отъехать от самого города. Пляжи Аргентины, курорты – это не самая лучшая достопримечательность страны. В основном экскурсионная программа в Аргентине. Это водопады Игуасу, это Ушуая, огненная земля, это самый южный город планеты. Это горы, Патагония, которые Анды и много-много всего. Красивая природа, начиная от Аргентины, настолько большая страна, что там в Буэнос-Айресе тепло, жарко, никогда нет снега. Когда мы поднимаемся на юг страны, там, конечно же, уже зима, горы, красота. Путешествовала я, ездила, это была моя мечта, я съездила в Рио-де-Жанейро, в Бразилию. Там, конечно, шикарные пляжи, красиво. Вот аргентинцы любят, конечно же, ездить. Это ближайшие курорты, куда можно добраться с Буэнос-Айреса. Это Бразилия, в Рио-де-Жанейро. Кухню, проместную кухню. Наверняка вы ходили в супермаркеты, скупали в супермаркетах. Немножко больше о еде. Да, еда, еда, это самая любимая моя тема. Вот, аргентинцы любят очень мясо. Вот, это самое лучшее мясо в мире, я бы так сказала, где я не пробовала, там самое вкусное. Секрет заключается в том, что коровы там, коровы там, коровы выращивают в полях, и они там живут. Как бы никто домой их не забирает, поэтому из-за климатических хороших условий они могут находиться постоянно на улице. Они набирают мышечную массу, вот, и постоянно едят. Секрет в том, что просто мясо вкусное, его не надо никак солить, ну, как бы, никакие приправы давать, ничего. То есть мясо едят везде, на улице. Были такие моменты, что я просто шла на улице в Буэнос-Айресе, там, где дорога, и там просто стоят люди, жарят, ставят свои, как бы, мангалы, так можно сказать, и жарят мясо. Даже, как бы, бедное население позволяет тебе купить. Я не сказала бы, что мясо дешёвое, но без мяса они не живут. Ну, то есть, как бы, отказать в чём-то они могут, но мяса нет. Это мясо также, и также очень много, так как там очень много итальянцев, которые эмигрировали ещё давным-давно, и они считают, считают, многие считают себя итальянцами. Любят пиццу, любят пасту, салаты разные, но пицца, как бы, конечно же, отличается от итальянской. Она более, более грубое тесто, ну, то есть, как бы, пышное, я бы так сказала, и много-много сыра. Ну, как бы, кухня отличается, но они считают, что это самая лучшая пицца, это в Аргентине. Вот. В супермаркете что покупают местные жители? Готовят ли они дома или они ужинают исключительно, например, в ресторанах? Готовить аргентинцы не любят. Готовят очень много полуфабрикатов, особенно женщины не любят готовить. В основном там, вот, общаясь с аргентинками, в основном готовят мужья, что, как бы, очень-очень радует, и они любят это делать. Ну, как бы, ну, это очень, кухня очень простая. Вечером, если идёшь с работы, купил кусок мяса, сделал салат, очень много овощей, и всё. Ну, как бы, та же пицца, и, кстати, очень-очень часто пользуется доставкой еды на дом. То есть, как бы, ну, как бы, такая, так, чтобы готовить что-то, стоять после работы, это, как бы, не про Аргентину. Они заказывают пиццу ту же, пиццу, суши, ну, вот так вот. Очень есть там такое блюдо, импанадос называется. Это такие, как бы, пирожки внутри с сыром, хамон или же курица, фарш, что-то такое. Они заказывают, и, как бы, уже есть ужин. Какой вопрос, вы сказали, что каждый второй, третий мужчина в Аргентине рождается с мячом? Это вопрос от нашего режиссёра, а я вам его доставляю. С мячом я первый раз слышу. То, что, насколько они любят вообще футбол, и что это для них значит? Говорят, что это религия настоящая в Аргентине. Это правда? Извините, я не услышала хорошо. Да, футбол, это, конечно же, это их страсть. Везде играет футбол, даже когда идут какие-то матчи. Они не работают сейчас, чемпионат мира идёт. Они, очень многие фирмы купили телевизоры и просто закрывают, ну, как бы, останавливают работу и смотрят матч. То есть, как бы, это да. Все детки ходят на кружки по футболу, везде футбол, да. И когда матчи какие-то проходят, весь город кричит, как бы, ну, это праздник для них. Еще по поводу аргентинских праздников. Это были три года. Отмечать ли так, так масштабно, как у нас Новый год, или, возможно, есть какие-то другие национальные праздники, которые очень любят отмечать в Аргентине? В Аргентине очень любят отдыхать, так как они, аргентинцы, ленивые, они не очень сильно любят работать, поэтому, как бы, к праздникам они очень хорошо относятся. Что меня удивило, это то, что у них выходные, официальные выходные дни на фестиваль, который проходит в Бразилии. То есть, в Бразилии выходные и в Латинской Америке, как бы, повсюду тоже у нас в Аргентине были выходные. Новый год празднуют, как бы, не так громко, как у нас. Больше там любят праздновать Рождество, которое католическое, с 24 на 25. И, ну, это как Новый год, 12 часов, приходит Санта-Клаус, дарит деткам подарки, они отмечают шампанское, как обычно. Ну, то есть, как бы, это непривычно, для нас это непривычно, потому что хочется, чтобы была елка, зима, снег, а там это, как бы, жарко очень. Конечно, я всегда... Скучали ли вы, Анна, когда жили в Аргентине по Украине? Очень. Очень ничего не хватало? Я чего не хватало? Мне не хватало больше всего родителей, вот, не хватало нашей, не знаю, наших людей. Я старалась всегда каждый год прилетать в Украину, и когда вот этот вот самолет в Киеве приземляется, это все, это все слезы, потому что это все такое красивое, эти домики наши, это травка, это небо, я не знаю, но это может только прочувствовать человек, который живет за границей, что это такое, как бы, скучать, что это такое ностальгия настоящая, как бы, только тогда. Не знаю, это очень сложно за Родиной. Туристы, которые хотят отправиться в Аргентину, что бы вы им посоветовали? Я посоветовала бы очень быть осторожным на улицах города. Мы всегда туристам советуем, чтобы в любых странах они были осторожны, но в латиноамериканских странах это более. Я не могла спокойно разговаривать по телефону, и идти по телефону разговаривать, это очень опасно, потому что тебя могут вырвать просто телефон из рук. Сумочки надо держать очень сильно, можно ехать в автобусе, окно открыто, разговаривать по телефону, тебя могут сорвать телефон, это как бы тоже очень опасно. Воруют, и вечером тоже надо быть очень осторожным. Для туристов, которые пребывают в Буэнос-Айрес, это, конечно же, взять обзорную экскурсию по городу, потому что там очень много красивых мест, и посетить обязательно водопады, которые в Гуасу, Ушуае, которая огненная земля, поехать на побережье аргентинское, для того, чтобы знать, что такое океан в Буэнос-Айресе, и, ну, вот так вот, экскурсионно больше ездить, очень много ездить. Много есть мяса, потому что в Украине есть и пить много вина. Спасибо, что были сегодня у нас на связи, вышли с нами в прямой эфир и рассказали про Аргентину. Анна Малышкина была на связи, менеджер агентства «Горячий путёк» Мегатрейд. Спасибо вам большое, и мы вам желаем отличного дня, до встречи в эфире. Спасибо, до свидания. Итак, вы решили отправиться в отпуск. Что делать дальше? Всё достаточно просто. Наберите в строке поиска своего браузера hot-tour.com.ua Добавьте сайт в свои закладки. Он вас ещё не раз выручит. В верхней строке рубрикатора нажмите кнопку «Где купить». Выберите из списка «Свой город». Выберите удобное для вас агентство. Заполните заявку. Или сразу свяжитесь с агентством и запросите тур. Приятного отдыха!